всем привет решил снять видео про кроссовки сяоми спустя три месяца и более 300 километров я в них намотал уже потому что грубо говоря у меня датчик то есть точную цифру я сказать не могу потому что у меня датчик три раза сбоил его нужно было переподключать об этом я расскажу чуть позже сейчас он вообще не работает то есть данные с него взять не могу но вот я три раза он у меня сбоил начали нас 72 километрах потом 156 потом было 79 4 то есть если вместе слепить уже уже около 300 километров но если грубо говоря я в день прохожу в районе трех километров это минимум который я прохожу потому что я на работу хожу пешком вот и получается выходные я больше хожу плюс я занимаюсь физкультурой то есть в этих же кроссовках я бегаю соответственно там два три километра когда я занимаюсь тренировки я еще пробегаю но как бы тренировки этом двера два раза в неделю но в любом случае это уже нам выходит намного больше чем 300 километров то есть если там более детально посчитать это выйдет это 400 километров может 450 500 вот но я говорю где-то 300 потому что плюс минус там две недели я ходил чисто в тапочках потому что было очень жарко ну и занимался только бегал в них ну а соответственно две недели там вы вычеркнуто поэтому я как бы занизил планку на тот минимум который действительно я в них фактически прошел это сто процентов 300 километров и так первое что я хотел рассказать кроссовки выглядят отлично они стираются в машинке то есть вот так вот подошва стерлась вот здесь вот стерлись пупырышки видите у меня на ноге вот здесь стерлись но довольно таки допустимо они стерлись в остальном вроде бы визуально так все в порядке с кроссовками нигде ничего не подрато не порвано вот стираются они отлично я специально их снял специально их не стирал до перед видео вот как они ходят это я в них хожу где-то наверное неделю или полторы недели после стирки вот так они выглядят если они немного запачкались их достаточно протереть сухой тряпкой галиба влажной тряпкой тогда они будут вообще выглядите ну прикольно чистенько и вообще красиво вот но если они уже сильно там запачкались мы их берем закидываем стиральную машинку стираем без проблем ничего с ними не не случается единственное что периодически выпадают все стельки в стиральной машине и выпадают вот эти вот заглушки которые которые для датчика заглушечка то есть но здесь нету потому что у меня я ее где-то потерял а поэтому когда вы постирали здесь заглушка есть вот также вот стерлись данные но это как бы у всей обуви они стираются то есть размерные таблицы второе второй момент по поводу минуса один из минусов который у меня и у жены такие кроссовки белого цвета у меня еще синие кроссовки но я в них хожу редко так но чисто на прогулке и вот у всех кроссовок раздирается пятка вот показать как вот то есть пятка в этом месте у всех она раздирается во всех кроссовках вот то есть это минус который есть у этой модели вот тот модель которая вот у нее у всех и у всех абсолютно поэтому я подозреваю что не у меня специфическая пятка а действительно модель такая немножко с таким вот изъяном да то есть недоработка там инженеров или я не знаю кто проектировал то есть что пятка вот это вот растирается за счет того что вот здесь вот жесткая ты пяткой получается трешь в этом месте и она протирается и протирается вот эта вот штука но в остальном как бы придраться ну все вроде их отлично до сих пор вот практично отлично внутри тоже все целое по поводу датчика во первых он слишком трется вот смотрите если он в кроссовке он попадает песок под стельку и получается датчик трется песок то есть он вот это вот штука она растирается и так далее и тому подобное второй момент по поводу датчика он у меня сбоил то есть я его подключаю для меня этот датчик абсолютно бесполезный оказался потому что у меня есть часы как приблизительно шаги она по они показывают 1 одинаково и я не могу к сожалению подключить мифиту сейчас потому что датчик вообще перестал работать я менял батарейки все он не работает что я не пробовал и тряс его там и плясал с ним и что я только не получил вот он перестал работать на мир то есть ты неделю в нем ходишь пытаешься подключиться к нему не можешь подключиться берешь его вытягиваешь там про и трусишь ничего не получается переподключаешь мифит и тогда он заработал течение одного двух дней трех подключаешься ежедневно к нему то нормально он подключается без проблем но если проходит там неделя и ты пытаешься подключиться он забывает скорее всего ну я так понимаю что он отключается или там приходит в режим какой-то глухого сна в общем он полностью отключается и нужно его опять по новой переподключать мифиту я не знаю почему так происходит либо у меня может датчик бракованный выглядит он внутри вот так вот эта вот штучка снимается верхняя вот и я решил его давайте разберем вот внизу здесь такая вот пластиковая заглушка мы ее отклеиваем и видим вот такой вот какая-то антенна ли еще не знаю что это решил я его сейчас попробую расколоть разобрать и посмотреть что у него внутри ставил нож и нож прошел вот сюда получается вот этот пластиковая заглушка и сама микросхема и все данные вот находятся в этом месте то есть вот здесь вот ничего нету просто сейчас попробуем просто в обратную сторону вытолкать его как нибудь не получилось у меня аккуратно разобрать вот здесь еще 2 вот это вот заглушка я так понимаю это вот антенна блютуз вот она была заглушена мы ее снимаем она идет шлейф к плате вот такая вот плата немножко я ее покалечил когда доставал не хватает у меня терпения на такую маленькую тонкую работу вот в общем как то так ну да ладно давайте расскажу теперь про датчик и датчик приложению не могу подключить будут на экране что он умеет грубо говоря ничего он не умеет кроме как подсчитывать шаги и сколько там километраж и сколько калорий сжег то есть грубо говоря вот то что в часы умеют делать показания приблизительно совпадает но здесь за счет того что каждый раз нужно было его переподключать и потому что поскольку у меня есть часы я его не подключал каждый день для людей которые там тренируется ежедневно допустим ну возможно он будет нормальный потому что подключаются ежедневно не тренируются а подключается к нему ежедневно он не забывает и не нужно переподключаться в процессе переподключения он сбрасывает все на ноль как бы и вот это вот большой минус датчика ну а и грубо говоря кроссовки то есть если у вас есть вот такие вот часы либо mi band либо там ms fit либо другой какой-нибудь аналог который подсчитывает вас шаги калорий и так далее то ну любой другой фитнес трекер то вам по сути вот этот вот датчик не нужен и смело можно покупать кроссовки просто как кроссовки и пользоваться ими с удовольствием то есть и не нужно там никакие датчики потому что вот в этом случае это бесполезная штука у меня оказалось но я не отрицаю что возможно это бракованный точнее 2 бракованных у меня 2 у жены то та же ситуация то есть ну мы его не трогаем не переподключаем то есть как бы вставили в ботинок ну в кроссовок они в кроссовках и находятся кроссовки действительно очень хорошие за свою цену они очень реально хорошие но допустим если брать там аналоги adidas и конечно ты за такую цену adidas of хороших не найдешь ну то есть разве что там на каких-то мега распродажах вот я их покупал по моему за 36 долларов или что-то такое эти кроссовки и за 36 долларов но adidas и я не думаю что ну нереально найти мы вот но зато если ты adidas и купил то там два-три сезона вот таких вот косяков как здесь вот точно не будет потому что у меня есть adidas и они пять лет им уже и они как новые ну я хожу их только летом то есть сезон и но они не такие удобные то есть мне показали что эти намного удобнее то есть ну реально и я поэтому не снимаю их ежедневно хожу удобно летом нога не потеет вот какая-то колючка застряла вот проткнула пяточку нога не потеет даже сейчас я могу полной грудью вздохнуть и мне не воняет они вот давайте посмотрим еще на стелечку вот как бы кроссовки годные но нужно учитывать что если эту модель брать то у вас протрется пятка если это вас не пугает можно их брать вот сейчас там 35 36 долларов их можно найти там на алиэкспрессе поэтому можно за эти деньги можно смело брать я думаю там два сезона в них можно отчеголять вообще налегке ну предпосылок к тому чтобы они где-то рвались или разлазились но пока нету воду сырой погоды если ты попадаешь в дождь не даже я попал один раз такой в ливень проливной вот это вот часть ноги она была абсолютно сухая намок только вот носок вот этот вот сеткой то есть вот этого часть вот здесь вот здесь даже сетка вот но все равно здесь нога была сухая вот только носочек намок я если на я снимал видео если найду вставлю его дополнительно вот так выглядят кроссовки после дождя и вот так вот выглядят носки то есть вот часть носка это в серьезный дождь мы попали по тут за счет того что здесь сеточка вода попадает все таки вот кусок ноги он промок но остальное все на полностью сухая то есть в этом плане они отличные и можно даже в дождь под дождь попасть в них вот слишком сильно не не промокнут вот я просто за счет того что бежал видать загребал воду носками и вот здесь вот была часть мокрая но вот тут эти вот участки бы ноги были сухие на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок